Так, следующий вопрос у нас о вывозе мусора из мест массового отдыха горожан. Это Окская набережная, парк Радога, озеро Святое, Шуховская башня и Утиное озеро. Да, а Совет почему? Юрий Владимирович, принимайся. Нет, смотрите, на сегодня просто уже жители начали массово выезжать в эти места отдыха. Я понимаю, что мусор к нам с Нижнего Новгорода никто не привозит, этот мусор остается от граждан. Но для того, чтобы этот мусор там не оставался, а вывозился, нужны там просто поставить контейнера, соответственно. Кусанин Хасаныч, алло, гараж. Кусанин Хасаныч, вопрос ваш, идите сюда. Ну да, и опять основа. Вот замер, первый, готовый уже. Кусанин Хасаныч, повторяю еще раз. О вывозе мусора из мест массового отдыха горожан. Это Оксская набережная, озеро Святое, парк Радуга, и т.д. и т.п. Конкретно. Какие мероприятия планирует администрация? Заключены ли договора с мусоровозящей компанией? Будут ли там установлены контейнеры? Или какие там у вас, я не знаю, там будут дети ходить по контракту, когда очищают? У нас, значит, я так, насколько знаю, что на следующий дом у вас вынесен вопрос, будет выноситься вопрос, выделение все-таки 2 миллиона на подростков, на работу с подростками. У нас, честно говоря, и деньги в этом году не было их. Но потом мне сказали, что, я не знаю, может я не прав, но мне сказали, что на ближайший дом будут выносить. И мы будем опять привлекать подростков к уборке дом отдыха. То есть на сегодня там срок, это у вас будет, сейчас пройдет месяц-полтора, чтобы этот конкурс прошел. То есть, соответственно, майские праздники, там будет мусор копиться везде, в том числе и на набережной. Нет, у нас, значит... Потом мы будем нестанулировать, свалки там разгревать? Нет, у нас, значит, еще вариант. У нас, ну, во-первых, свои у нас зеленые есть, есть, это на крайний случай мы можем своих послать туда выбирать. Ну, кроме того, сейчас приняли закон, что люди, которые оштрафованы за нарушение правил дорожного движения, ну, которых не посадили, так скажем, по разному причину, они будут у нас отрабатывать. Нам говорят, что могут нам дать... Суточников, что ли? Да, суточников, штрафников, и мы клонируем их тоже сейчас туда использовать. Сейчас вот у нас разговор как раз идет о том, чтобы нам этих людей... Людей уже, мы готовы их уже принять, как бы для себя мы уже все приняли, готовы. Да, хорошо. И начнем их тоже использовать на зонах воздуха. Давай, да. Они работать будут, они работают, они могут в вечернее время работать, в утренние, в выходные дни, то есть у них так график. Ну, понятно. Нет, если просто в контейнерах будут стоять... У меня вопрос. Сейчас, Едуардович, если в контейнерах будут стоять, значит, там мусор-то будет в контейнерах складываться, вот мы чем и планируем. Сейчас она... Нет, никак... А контейнеров не будет просто? К сожалению, никогда не складывается, кроме вот сами жители... Что же вы жители-то не верите? Поселка они складывают, да. Это собаку веришь. Нет, так... Куда поставить контейнер? Вон за поселок дачный, в ту зону отдыха, так там... Да нет, у нас места уже определены, мы знаем, куда поставить. Ну, Сергей, что предлагаешь? Нет, я просто хочу задать вопрос. Вот 2 миллиона мы опять там будем искать в бюджете. Вот эффективность вообще вот этих выделений средств для подростков, я так понимаю, не по найму будут, да? Я считаю, что это очень эффективно, она в трех ракурсах эффективна. Но первое, что эти подростки могут... Это в основном часто бывает из таких, ну, трудных семей, где семейный бюджет очень слабый. И это немножко есть прерыва тогда, скажем, семьи. Они очень так гордо эти деньги получают. Вот, это первое. Во-вторых, это экологическое воспитание. То есть вот я даже на них смотрю, я говорю, он бумажку бросает, это первая привычка была. Он тут уже нагибается, понимает, потому что уже привык, что надо убирать за собой. Это второе. То есть мы привлекаем к работе. И третье, наведение все-таки чистоты. То есть в предыдущие года показали то, что... Результат очень эффективный. И даже эти подростки, они уже, я говорю, после этого они уже бросать не будут. Если он будет все лето убираться, он уже в следующий раз рукотрублен, бросит или не бросит. Ну, а такие акции сейчас, как школа, вот, ну, прошлые годы, по-моему... Нет, выводы сразу надо организовать. Нет, выводы сразу. Нет, выводы сразу организуем, конечно. Выводы сразу организуем. Вот, опять же, школьников привлекать. А мы школьников привлекаем. Куда? На Шуховскую башню, на Возовом Святой? А на это, да. Сейчас по Шуховской башне, с частью, там постоянно у нас есть энтузиасты, которые как бы нам пишут письмо, что мы готовы там убраться. Дайте нам мешки-варежки. Мы даем им мешки-варежки, они мешки там складывают. Мы технику туда посылаем и забираем это все. Вот пока мы обходились с такими субботниками там. И вот таких желающих, видимо, место только любимое для многих стало. И очень часто обращения идут, мы с удовольствием как бы откликаемся, помогаем им чем можно. Может, там акценты сделать вот на зеленый потой вот этих общественников. Вот с ними как бы контачиться. Коллеги, если вы сейчас проедете туда, вы увидите всю эту картину, там можно контачиться сколько угодно. Вот общественники подтвердят, там уже горы мусора. Мы сейчас можем здесь строить всякие прожекты, ребят. Там мусор от этого не уменьшится, вот я вам честно говорю. На ту же набережную сейчас придите, она там вся полностью заставлена. Банками, пивными бутылками и непонятно чем. То есть уборка не организована, вот что за угодно. Если ежедневно не убирать, то набережные постоянно будут мусором. Сон Касанович, а я о чем уговорю. То есть сейчас на сегодняшний день уборка мусора не организована? Почему не организована? А так? Почему не? Ну где? На Шуховской башне кто убирает? Нет, на Шуховской нет. На святом озере кто убирает? На набережной кто убирает? Убираем наши зеленые. Юрий Владимирович. Знаете, на самом деле я вам что хочу сказать. Очень большое количество отдыхает людей на совце. На нашей стороне, даже на той стороне. Там стоят мусорные бачки. Там эти мусорные бачки там у них... Кто вывозит их и кто поставит? Нет. Там стоят мусорные бачки. Они стоят просто в Желудинске. Просто под мусор. Они стоят практически на берегу. Тем не менее, мусор все равно к бачкам сносится. Да нет. Там все загашено. Вы не поверите. Там шашлычицу, мангал купили в этом. Вот они пожарили шашлыки. Подняли, свалили. Мангал даже оставляют. 100 рублей. Я вам о чем... Ну, все равно какие-никакие деньги. То есть это уже изделие. Вот. Ну, еще раз повторяю, что все эти зоны мы убираем подростками. Уже много лет. И там нормально. Как только они начинают работать, там нормально убирается. Вообще не отставили. Да неправильный подход какой-то. Понимаете, должен быть... Я не знаю. В конце концов должен быть дворник. Вот сейчас приедьте там... Постоянно люди запекленные. Я каждый день ещу мимо этой помойки. Там эта помойка. Я ее два раза уже переделал. Сначала в одном месте я ее построил. Потом там дом выделили. Кому-то там, я не знаю. Дом построили. Помойку он снес. Выбросил ее в сторону. Я новую помойку сделал. Новую. Заборы поставил. Все. Плиты положил. Все. И опять там помойка. И опять там горы мусора валяются. А это прибрежная зона. Привет. Мы тебя услышали. Второй год поднимаем эту тему. А так и не пошли. Чтобы попробовать поставить контейнер. То есть мы сейчас рассуждаем абстрактно. Будут кидать или не будут кидать. Вот давайте поставим контейнер. На шоковской вышке. На шоковской не ставим. Не ставим. Не ставим. Не ставим. Не ставим. Не ставим. И мы говорим только вот про эти места. И еще район Святого озера. Район Курбазный триатлон. Вот мы говорим. Давайте поставим на пробу просто. И посмотрим. Потому что дети, прекрасно у них экологическое воспитание. Но вот сам факт наличия контейнера это тоже такой же. Большая часть мусора будет сноситься с контейнера. Да. Поверьте мне. Я готов с этим как бы ладно. Попробуем мы там поставить. Хотя никогда этот вопрос не ставился вот перед нами. Вот вы говорите. Ни разу передо мной вопрос это не ставили. В прошлом году. Да ни разу передо мной вопрос это не ставили. В прошлом году я по хозяйству Павел Михайлович Воронин здесь председателем был. Как раз вел этот комитет. Я поднимал эту тему и тоже такое же абстрактное рассуждение было. Что никто не понесет мусор в контейнер. Да нет я просто рассуждаю по желанию. Сейчас че. По святому оперу. Приходим утром все вот так покрыто. Контейнер выхожу пустой. Просто информация выслушала. Ничего. Эти же люди. Как по собакам. Вы понимаете. Одни единственные выходные они не пришли убраться. Летом да. И тут же опять это куча мусора да. Давайте поставим контейнер. Может быть даже еще какие-то аншлаги поставить дополнительно. Которые будут социально призывать. Выкидывать мусор существует. Замечательные есть сейчас выборы этих аншлагов. Они не такие дорогостоящие. Тоже пару тысяч рублей будет аншлаг стоить. Смойте за собой. Павел Владимирович. Я считаю эти вещи надо делать. Если мы сейчас будем так вот говорить. Детей туда отправлять. Какие-то там я не знаю конкурсы. Свалки раз в месяц там убирать. Толк от этого не будет. Давайте попробуем. Давайте так. В этом году. Лирика какая-то. Лирика. Что-нибудь давайте дадим. Сан Хасаныч. Когда эти контейнера будут мои. Вот мы сейчас такие. Такое поручение администрации. Сейчас будут деньги искать. Вопрос в деньгах. То есть это деньги будем вместе искать. Потом конкурс в месяц. Я вообще в июле. Уйдем в август. Подари это Олег. По всем вопросу. Пару контейнеров-то. У меня контейнера есть. У меня вообще-то Ремонтис выставляет. Они не моя собственность. И здесь тоже будем заказывать Ремонтис. Естественно он должен как-то по графику оттуда вывозить. Этот мусор будет не только. Тут не только поставить контейнер. Вопрос. Но и организовать вывоз его постоянно. Вопрос. Какие предложения еще коллеги? С деньгами. Я сейчас ответить вам не смогу. Найду ли я сейчас деньги. Потому что с деньгами. Давайте детей тогда оставим в покое. Пусть эти деньги будут на контейнера потрачены. Давайте. В городе убрать можно и без детей. Это задание дает нам область. Это тогда вот сейчас Сахарова взводит. Честно говоря для меня. Нанять каких-нибудь армян или узбеков. Они детей. Детьми очень тяжело. Они будут. Вот. Вот. Вот и скрыс пошла наконец-то. Воспитание. Воспитание. Нет. Нет. Я говорю проще. Но я занимаюсь действительно воспитанием. Это проще. Вот. Если бы нам нам проще было занять на рабочих нанятиях. Пусть они там убираются. Голова не болит. За этими детьми надо ведь следить. Чтобы они не утонули. Они там что-то не случилось с ними. Могу сказать точно. Армяне там работают. Все уточники. Может быть эти идеи определить. У нас есть экологи замечательные. Вот детей под их начало. И деньги сюда как-то вот. Продумать эту схему. Вместе с Сахаровой. Потому что. Извините. У вас своих дел полно. Чего вы детей лично научите. Ничем ваш причинён. У вас своих забот. А зелёные вот они так скажут. Константин Юрьевич. Тут другого. Ради бога. Дети работают они. Пусть подходят с ними. Ребят. Если контейнера мы не поставим. Всё равно никто будет. Всё с контейнерами. Вот ты приехал отдыхать. Тебя некуда выкинуть. Соответственно ты плюнешь. Когда оставишься на месте решения. Контейнер поставим. Нет. Я согласен. Если там столько у нас. Много народу. Мы сейчас будем думать что-нибудь. Конечно согласен. Что надо контейнеры поставить. Я согласен. Работает вопрос. Найти деньги. С зонами отдыха. Я не буду с собой звонить. Нужна машинка. Да. На следующем комитете уложить. Кто за. Чем будут всякие сестовать бестолковые. Вот лучше. Да коллеги. Последний вопрос.